Привет всем, с вами Саймон Фукс и вы смотрите трейлер к моему новому курсу по созданию военного радио. Сейчас вы смотрите на финальный рендер радио в Marmoset Toolback. Его мы и будем создавать в этом курсе. Этот курс состоит из 28 часов видео. Я покажу вам каждый свой шаг в создании этого высококачественного, готового к переносу в движок PBR ассета от самого начала до конца, включая рендеры для портфолио. В этом курсе вы узнаете много трюков, которые позволят вам экономить время и которые я аккумулировал на протяжении всей своей карьеры в индустрии видеоигр. В конце этого курса вы будете обладать всеми инструментами и техниками, необходимыми для того, чтобы стать экспертом в создании игровых объектов. Давайте посмотрим на различные части курса. Введение в MyUizybrush я покажу вам свой рабочий процесс. Я дам вам все скрипты, покажу горячие клавиши и плагины, которые я использую на каждодневной основе. Я покажу, где взять все это и установить. Затем я расскажу, как и где их использовать в вашем рабочем процессе. Это позволит превратить MyUizybrush в очень мощные инструменты для твердотельного моделирования. В главе блокаута вы узнаете, как сделать блокаут радио, исходя из первоначального дизайна. Вы изучите основные принципы дизайна, в результате чего получится блокаут мэш, который мы используем как основу для хай-поли. После блокаута вы узнаете, как создать детализированную хай-поли модель. Для создания отдельных частей ассета необходимы разные техники, которые к ним подойдут. К концу этой главы вы узнаете, как пользоваться Майейей в комбинации с ZBrush, что позволит вам создавать свои хай-поли ассеты. После хай-поли мы создадим лоу-поли версию радио. В этой главе я покажу, как получить оптимизированный хай-поли мэш, который можно использовать в любом игровом движке. Покажу вам важные техники оптимизации и быстрые способы генерации лоу-поли модели на основе хай-поли мэша. В дополнение ко всему я научу вас делать развертку и покажу вам различные полезные техники создания правильной развертки. После того, как все готово, я покажу, как создается карта ID цветов для объекта. Это позволит разбить хай-поли мэш на различные группы материалов. После того, как все будет готово, мы экспортируем лоу и хай-поли мэши в Substance Painter. И я покажу вам, как сделать идеальное запекание модели. В этой главе мы будем перемещаться между Substance и Mai для оптимизации запекания. К тому же вы узнаете все основы запекания различных текстурных карт для вашего ассета, а также как убрать всевозможные ошибки запекания. После этого я покажу вам, как создать фотореалистичные материалы для радио. Объясню, как создавать материалы с нуля, а также добавлять детали слой за слоем. В этой главе вы узнаете продвинутые техники создания крутых текстур для вашего проекта, используя все самые крутые функции Substance Painter. После того, как материалы будут сделаны, мы сохраним их и экспортируем в Marmoset Toolback или любой другой движок. В последней главе курса мы создадим финальный рендер радио для портфолио. Вы узнаете основы работы с Marmoset Toolback. И я покажу вам все важные настройки, которые помогут создать крутой рендер. Покажу, как изменять освещение и применять различные постэффекты камерам. Затем мы перенесем рендеры в Photoshop и создадим готовые к помещению в портфолио изображения. Вы увидите, как можно корректировать финальные рендеры для того, чтобы подготовить их к загрузке на ArtStation или куда-нибудь еще. Спасибо за просмотр. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok